Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество. За Вьетнам знакомиться с новым патчем в Сидмерс, Цивилизацион 6 Газерным Сторм, и с новым режимом Корпорации и Монополии. Мы уже одно предприятие, кстати, поставили. Если вы не видели начало этой партии, то лучше перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры всей серии видят сразу в вкладке сообщества. Прошлая серия закончилась на том, что Вавилон объявил нам войну. Просто ни с чего, честно говоря. Ну, давайте, видимо, все-таки мне стоит здесь... Так, во-первых, мы лучников никуда не уводим теперь. Во-вторых, апаем мечника. Ну, у меня два хода до слонов. Блин, может меня подержать? Так, а наемники у меня далеко. Наемники далеко. Слушайте, может мне подержать деньги для апгрейдов слоны? Они будут дорого стоить. Если в арбалеты один стоит 120, по-моему, а слоны дороже... Давайте глянем, насколько арбалетчики стоят... 180, то есть 90, да? То слоны... А, ну не намного будет дороже, кстати. То есть будет дороже на 10 производства. То есть, я так думаю, где-то, наверное, 140, возможно, будет. Но все равно не хватит. Но вообще у меня плюс 33 вход, да? Поэтому я думаю, все-таки мечника... Мечника надо, чтобы у этого города сила повысилась. Именно для этого. О, сложнее было брать. 43 стало. Так, теперь... Коняшкой... Скачем домой. О, тут у нас колясочку. Кстати, давайте... Лупанем. То есть, только я вот сюда встану. Блин, а что я сюда встану? Мне надо было тут стоять, так же у меня... Так, а стоп, а с Сингапур у меня война? О, нет. С Занзибаром. Занзибар это хрен знает где. Так, слушайте, мне главное, чтобы он... Вот Сингапур, если он втянет в войну, будет хреново. Но у него тут вообще нету послов, так что не втянет. Хорошо, стоим. Лучником стоим. Этим лучником сюда идем. Этим сюда. Я просто туда перебрасывал, чтобы... Ну, в надежде на Кардив напасть, мне придется с Вавилоном сначала повоевать. Тут надо засвечивать. Сюда надо будет тоже войска вести. Эти сюда. Эти сюда. Надо бы миссионеров немножко поубивать ему. А надо ли мне здесь... дуболома, я вот думаю. Или тоже все туда к Вавилону везти. Наверное, поведу. Так. Здесь, наверное, сначала бананы обработаем. Потом пойдем обработаем кукурузу и лошади. Ну, византийский... Слушайте, у вас тут, по-моему, на моем континенте как минимум четыре веры. Католики-колумбийцы, доосисты-галлы, протестанты-вавилоняне и конфуция... Конфуции-Византия. Еще три. Может быть, на другом континенте. Так, это я тут чудо открыл. Куда мне хочется пройти? Колумбия еще кого-нибудь встретила? Я просто думаю, может, там... Ну, кого-то встретила. Возможно, там внизу кто-то еще. Вот тут кто-то, поэтому я сюда пойду. Так, кампус сделали. Плюс три. Какие у меня карточки стоят? Производство, строители, поселенцы. Ну, давайте, наверное, еще поселенца тогда. Я бы еще поселенца пока сделал. Хотя библиотека тоже круто. Потому что она дополнительную культуру мне дает. За счет того, что мы на... на лесе стоим. Но сначала поселенцы. Но поселенцы очень быстро строятся, благодаря очень неплохому производству. Монумент. Я думаю, что мне во всех этих городах нужны монументы. Вышел в нормальный век. Плюс я еще смогу слонов апнуть, но за три хода я все-таки до золотого не дойду. Когда, может, подожду и не буду прям апать. То есть у меня... Ну, это будет, конечно, зависеть. У меня три хода до следующей эпохи. Это будет зависеть, насколько сильно меня будет атаковать вавилон. Если больно, то придется апгрейдиться побыстрее. Так, я все юниты отправил к Куанг-3. Боже. Католицизм. Католицизм. Так, а этот сюда отошел. Они, кстати, драться не могут, потому что миссионеры не могут нападать. Не хочу атаковать, потому что там явно еще юниты стоят. Это будет больно. Так. Здесь меняемся, пожалуй, пока местами. Потому что я хочу арбалет этот обстреливать лучником. А может, не местами? Может, мне сюда встать? Лучше сюда встану, потому что я тогда смогу этого сюда. А на этого можно отвлекать. А у него тут защита от леса дополнительная. Так, давайте. Ну, мне кажется, это минус арбалет. Хотя... Ну да, тут тяжеловато убивать. Тем не менее. Стоим пока. Так, каких луч? Лучников подводим. Прочников. Подводим. Подводим. Прочников не апу и в лучников. Держим. Деньги для апгрейда в... Слонов. 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 Слонов и место вот у Колумбии еще. Хотя вот, может, горы, я не знаю. Такое выглядит, что там кто-то еще может быть, на самом деле. Еще какая-то цивилизация. Так, тут идем лошадей. Потому что это дополнительная вера производства, как видите. Просто очень круто сразу. Все, я пантеон... Из тех, что оставались, я очень хороший пантеон взял, я считаю. Так, этими подходами. Тут, конечно, желательно было бы еще дорогу провести. Все-таки мне нужен будет какой-то караванчик в Тханг-Лонг. Ну, все, давайте смотреть, что тут будет. Так, Византия хочет лошадей. Только давай без... Однократно 20 хочешь за лошадей? Серьезно? Ну, а с другой стороны... Не, ну, смотрите, мало. Не, не хочу. Я пойду с кем-нибудь... Может, он боливару попробую. Не, ну, это слабенько, да? Вот это точно минус арбалету. Не знаю, зачем он сюда влез. Так, слоны открытые. Я хочу узнать, сколько будет стоить апгрейд. 145. Ну, вот я думал, что это 140. Нормально. Это нормально. Так. Убиваем именно юнитами, а не городом, потому что... Город-то экспо не получает, а юниты получают. Ну, ждем. Мне нету смысла. Я смотрю, он как-то слабенько атакует. Нету смысла мне сейчас в слонов выходить. Я лучше в следующую эпоху очки получу. О! У нас будет сжечь еретика. Отлично. Кто тут прошел сюда? Ну, видите, они тут... Ну, мне бы желательно, чтобы они Куанг-3 освободили от протестантизма, вот эти все миссионеры. Чтобы... Так, а куда я... Я этого хотел вроде как сюда куда-нибудь ставить, раз он валет-то убил, да? Дайте-ка глянь. Я помню, что... Да, тут вот типа лучше, но тут невозможно из-за лояльности от Галла. То есть, я считаю, что надо где-то вот тут или тут ставить. Да, я понимаю, что без... Наверное, даже вот тут. Без... Ну, чтобы болото не потерять. Без... Господи. Без пресной воды. То есть, сложновато. Это будет два жилья только в начале. Ну, тут, видите, дофига акведуков можно будет поставить. То есть, зато забьем место, и этот город не будет. То есть, здесь надо ставить. Давайте с этой стороны глянем. Ну... Тут два варианта, либо тут, либо тут. Ну, тут лес, да? Ну, наверное, все-таки сюда. Чтобы еще и до кофе добраться, и, возможно, до железа с лошадьми. Да, но это слишком, конечно, в лицо Вавилону. То есть, мне надо сначала войну закончить с ним. Так? Ну, и здесь надо еще подумать, да? Тут, на самом деле, даже больше уже и не влазит никуда. Я здесь поставлю еще, можно будет тут что-то сделать. Там, видимо, Вавилон поставил что-то. И тут еще место для двух городов останется. Видимо, все-таки два города тут надо будет делать. Мне кажется, вот этого поселенца сейчас надо будет сначала сюда поставить. Потому что я туда боюсь в войне с Вавилоном. Он просто заберется сразу практически в город. Так, давайте тут поставлю. Это вы сюда. Кстати, вот я из лис смогу предприятие еще делать. А третьих лис нету? Ну, точнее, это меха у нас. Третьих, чтобы корпорация была. На моей теле нет. Даже я просто только две вижу. Жаль. Жаль. Так, ну тут стоим здесь. Потому что если я выйду, я потеряю бонус к силе. Я же на своей территории еще плюс 10 просто имею. На своей территории плюс 10. Просто на ровном месте. Ну и здесь кукурузину обработаю. Это еще и за... За разлив. Почини. Так, хорошо. Сайгон и Хуалы очень хороши. Вот смотрите. Это просто даже для примера, кто в сетевые играет, почему... Почему хреново воевать в самом начале. То есть, вместо того, чтобы строить армию, лучше бы Колумбия построила поселенцев и сама тут поселилась. Вместо этого куча армии пришла ко мне хрен знает откуда. И ничего не получила. Давайте я вот сюда пойду. Хочу тут на холм встать, чтобы контролировать эту территорию. Да тут кто-нибудь есть. Вообще, тут куча места. Ставь не хочу. Ну, наверное... Наверное, все-таки давайте... Ну, вообще, плюс удовольствие. Я думаю, может, тогда тут лучше амбар, а торговцу в другом... Ну, вообще, торговцы нужны. Мне нужны деньги, нужны торговцы. А может, в Колумбию какую отправлю? Кстати, надо бы открытые границы с Колумбией. Я просто даже других городов не вижу пока. Чтобы на деньги отправлять караваны. Так, ведук, три рудника. Два уни... Ну, два универа вряд ли. Давайте пока военную инженерию начнем. Почупик, великую библиотеку. Уже какие-то люди построили. Гильдии ускорили. Тут на производство давайте. Ну, давай, Вавилон, давай, веди. Все-таки 352 силы. Не, ну, это ковыряние вилкой, конечно. Мали встретил. Отлично. И где он был? А, нет, он все-таки правее. И нормальный векс в средневеку. Сейчас посмотрим, будет ли отваливаться этот город. Вроде нет. О, плюс 6 к обороноспособности. Может, теперь имеет смысл олигархию взять? Еще и обронительных зданий, может, и не надо ставить. Да, знаете что, олигархию хочу. Можно пока поселенца убрать. Только я в античную смысл, конечно, не смогу вернуться. Все-таки я хотел торговцев быстрее получать. Но олигархия тут круче. Когда война идет, в любом случае. Так, плюс 6 к обороноспособности города и плюс 5 к глинобойной атаке. Плюс мы сейчас Виктора, очевидно, посадим. У меня есть где-где надо, стены уже построены. Мне это точно не надо. Производство в городах. Наверное, производство в городах. И оставим пока на строителей. Так делаем. Теперь апаем первого слона. Здесь апаю, потому что этим лучникам я хочу еще пообстреливать вот этих ребят. Ой, блин, тут слоны сейчас разваливать будут. Так, теперь начинаем обстрел. Еще надо было апнуть перед, потому что сила обстрела города зависит от силы обстрела его самого сильного стреляющего юнита. В моем случае это планы становятся. А, блин, сюда не достреливают. Жаль. Так бы убили этого парня. Так, знаете, что я вот этим... Так, это у нас кто? Стрельцы и пикинеры, да? Я вот сюда встану, чтобы ему хотелось меня атаковать, мечника. Видите, это еще территория ко мне присоединилась. Но только в плюс. Значит, я хочу этого сюда поставить. Тут пока стоим. Нормальный век. Монументальность. Каждый район. Каждое... Давайте, наверное, все-таки на районы поставим. У меня тут точно районы будут строить. Виктора. Не пингалу на культуру прокачиваем, а Виктора. Ммм, плюс 10. Что, неужели Вавилон? Темный век точно. Ну, а Виктор все равно тут нужен. С его атаками этими. Так, это Мали мы здесь встретили. Тогда сюда пойдем. Хочу тут исследовать. Ну, там, скорее всего, Колумбия будет. Так, еще счастье. Производство. Еды не надо. Тут еда, производство. Тут чисто на производство давайте. Неважно. Все самые лучшие клетки стоят. И тут все на производство. Хорошо. А где сколько стоят прачники? 170. Не так. Ненамного. Слушайте, странно. Смотрите, из лучников слона 145, а из прачников слона 170. Хотя из прачника в лучника 30. То есть, по идее, из прачника в лучника 30, а потом дальше это 175 получается. То есть, из прачника апать ты экономишь? Ой, хочется быстрее следующим ходом слоника посмотреть в деле. Ага, вот тут какая-то какашка вавилонская телепается. Знаете, я, наверное, вот сюда поставлю, потому что тут дороги проходят. То есть, отсюда он быстрее пойдет. Тем более, тут еще лес. Соответственно, они быстрее будут двигаться дальше. Так, оборонительную тактику открыл. Военная подготовка. Военная подготовка. Нужна ли мне военная подготовка? Я думаю, создание все... Я думаю, нет. Статуа Зевска, конечно, прикольно, но... Вообще, дает трех лучников, трех копейщиков и таран. И плюс 50... Ну, антиковализатор... Вы знаете, на плоском ландшафте рядом с военным лагерем, в котором есть казармы. Ну, то есть, я пока смогу только здесь строить. Вообще, было бы интересно, Статуа Зевска. Но, мне кажется, не дадут все равно компьютеры мне это сделать. Ладно, чудо я точно не буду строить. Давайте пока исторические хроники. Ну, вот эти все на один ход лучше оставлять, для того, чтобы можно было быстро сменить, если что. Блин, мне надо было, наверное, поставить первого посла и кинуть посла в Сингапур. Мне очень его способность нравится. И катапульту потом... Ну, катапульту... Я, по-моему, не открыл еще или открыл? Открыл. Мне очень нравится способность Сингапура. Ваши города получают две единицы производства за каждый из торговых путей к другим цивилизациям. Просто плюс два еще производства. Ладно, я сейчас вот драму и поэзию открою, поставлю первого посла, кину в Сингапур. Потому что это реально очень круто. И мне бы еще другие города, на самом деле, открыть. Так. Строителя. Вот здесь, наверное, имеет смысл или амбар. Давайте амбар. Потом строителя. А как вообще в Сонике пять ходов? Ну, это без карточки. Ну, слушайте. Пять ходов. Но, опять же, это у меня производственный город. Вот непроизводственный 8 делает. Так. Очень хочется выкупить болото и поставить сюда 65. Но мне деньги нужны. Да, мне деньги нужны. Поэтому на апгрейд слонов. Поэтому амбар тут пока. Так, ну что? Что ты мне покажешь тут? Вавилон. Здесь атакует. Так, минус арбалет. Минус, судя по всему, стрелец и пикинер. Что, голосуем юнит? Плюс... Так, вот тут давайте мы прокачаем дальнобойность. Очки. Может, на торговца как раз? Так, ну тут я все волью. Напоминаю, просто кто боится все вливать, что думает, он потеряет дипломатические очки, а предложение не пройдет. Если не проходит то предложение, куда вы вливаете, то все ваши... То очки все возвращаются вам. Так что не бойтесь вот так делать. Потому что если пройдет, то вы получите... Мы сейчас получим плюс 5 к моим слонам. У него-то, конечно, тоже арбалеты есть, но мне кажется, он в другое... Ближний бой. Жаль. Видите? А, тут немножко по-другому. Тут прошло... Предложение А, но не то, которое я хотел. Я дальнобойность предложил. 1, 2... Кстати, 6, 7... Дальнобойность 3... 4, 5, 6, 7... Да, 8. 8 против 7 получилось. Жаль. Ну, она так, значит, убиваем. Тут убиваем уже... Этим районом, потому что я хочу лучником... А, он даже апнутся. Мне лучше лучника апнут, так что просто добиваем арбалет. Теперь... У нас слоник... У нас слоник... Давайте, может, местами поменяем. Так. Так. Блин, не убивается? Давайте... Наверное, лучник... Блин. Чуть не хватает мне... Силы добить его, к сожалению. О! У меня уже полководец набился. Нормально. А что я без полководца тут воюю? Подождите. Что он дает? Плюс 5 к боевой мощи, плюс 1. Ну, вот, зря без него. Я не обратил внимания античности и стереньков в пределах двух клеток. Но это, правда, следующим ходом он будет давать, когда ты появляешься в его пределах. Но все равно... Это мощно. Если бы я его сюда поставил, то плюс 5 было бы уже. Я бы смог убить этого. А, так... У меня и слон уже может апнуться. Давайте плюс 5. Тогда мы этим вернем... А, все, он уже... Нет, давайте сейчас лапнусь. Так. Ну, мне нравится прокачивание моих юнитов. Это все... Блин. Блин, блин, блин. Куда он может поставить? Черт. Он где-то тут поставит город. Идти. Я сюда, конечно, встал, но он, скорее всего, сюда прыгнет и поставит город. И тогда у меня уже сюда не влазит. А повел бы я, не побоялся бы сюда город повел. Успел бы наверх. Хотя... Нет, не успел. Нет, все равно не успел бы. М-м-м-м, жаль. Так, тхолонг нуждается в жиле, но как раз мы амбары строим. Тут все на производство. Всемирный конгресс по какому-то поводу соберется. У нас Ганнибал Барк, кстати, знаменитый вьетнамский генерал. Все исторично. Он сейчас, наверное, апнет этого. Хотя нет, не, не должен. Нет, извините, отошел. Так, ладно. Пока норм. Не, слушай, давай... Может, ты лошадей хочешь купить? По нормальной цене, а не то, что там 26 монет предлагал. Не, а что вообще, что ты... Два, вход. Ну, Малим его точно уже вряд ли войну объявит. Может, с ним соглашаться? Давайте. Так. Там какое-то голосование, видимо, на другом континенте. Что-то происходит. Гуманитарная помощь. Ну, у кого-то залило там. Ну, у меня, кстати, в общем-то, вот этот вулкан не ко мне относится. Хотя, если я тут город поставлю, наверное, будет ко мне относиться. Так, но мы тут пока стоим. Кстати, я стою на болоте, я имею плюс 5 от этого. Напоминаю способность Вьетнама. Хотя, само по себе, болото, по-моему, минус к силе дает. Но модификатор минус 2, видите? То есть, я так понимаю, что... Кстати, интересно, а влияет или нет? То есть, это плюс 3 у Вьетнама? Или тут вообще модификатор минус 2 от болот уходит? Это интересно было бы выяснить. То есть, если тут штраф от болот для Вьетнама... Мне кажется, это должен быть. То есть, будет минус 2, но плюс 5 от способности. Соответственно, плюс 3. В итоге. Да, ну я не знаю, что там... Сколько у Колумбии га? Мне кажется, 3 штуки и все. Один город? То есть, у Колумбии вот это все, что есть? У нее что-то были даже поселенцы, я видел. Вот это божество. Вот это... Так, стоим. Добиваем этого парня, да? Класс. Два очка за то, что под генералом убили. Этим стоим. Этим встанем вот здесь. Пока. Ну, чтобы плюс 5 иметь к силе. Так. Не достаю, поэтому, наверное, надо в лагерь пока встать. И... Как понимаю, на него сейчас генерал не действует, да? Надо генерала подвинуть сюда. Теперь генерал действует. Да. Кого мочим? Наверное, катапульту. А, я уже выстрелил. Подождите, а почему я стрелять не могу? Я вроде не стрелял. Или убил я? Я этого убил, да. Я тут забыл. Так. На деньги. Венеция, Кардив, Шенгетти. Я забыл поменять на плюс одного. А, давайте исторические хроники открою. Такие тут... Или я кампус сейчас построю лучше в этом, второй. Шесть ходов. Давайте тут кампус точно надо строить. И пока тогда давайте военную подготовку пойдем и потом в наемники. Как-то так. Что тогда делать? Что тогда делать? Ну, и с Чакьейу надо провести. Так, здесь рынок тоже должен давать культуру сейчас. А, науку. Он в тропическом лесу, да. Науку. Плюс одну науку из-за того, что в тропическом лесу. Отлично. Стоим. Ну, давайте подойдем. Он меня протаковать не сможет все равно. А, даже я его могу протаковать. Отлично. Так и делаем. Так, слушай, так и отсюда я, наверное, смогу протаковать. Блин, ну тут больно. Он убьет, но я скажу, ваншот будет. Не, это больно. Давайте я вот сюда встану. Так, это что, на холме мы что ли стоим? Да. Поэтому отсюда не может пока атаковать лучник. Ну, отлично. Пока стоим. Так, выросли на производство пока амбар. Следующим ходом. Холонг на еду. Фух. Слушайте, вот еще на самом деле вопрос. Слушайте, мы же когда районы ставим, нам пишут, что будет убран лес. Тропический лес. Да. Значит, если пишет, что будет удален тропический лес, значит, этому району тропический лес не нужен за Вьетнам. То есть, соответственно, желательно рабочим сначала лес тут удалить и тогда акведук ставить. Вот так можно проверять, требуется ли этому району лес или нет. Блин, что-то там как-то больно. Ни хрена себе он по-моему район. Так я могу сейчас потерять тут слона, если не выйду. Надо выходить. Из района. Ну, сначала мы катапульту обстреливаем и убиваем. А сейчас я могу слоном после этого ходить. И у нас четыре, да? Ну, надо пытаться этого мечника завалить. Мне кажется, не получится. Так, давайте я сначала город попробую. Попробую. Нет, слушайте, тут... Давайте убьем эту коляску. Очевидно, что... Ой, могут коника завалить. Ну, катапульта, правда, слаба. Слушай, а... Давайте дружбу объявим. Я не верю, что вы сражаетесь за свободу. А за что мы еще сражались? За свободу, конечно. Хочу попробовать подговорить этого к хамурапи. Класс. Говорит, чисто символически. Одну монету и я с хамурапи... Хорошо, а если я тебе 10 лошадей, а ты мне за это заплатишь? А ты не хочешь платить? Вообще нисколько, да? Нет, слушайте, хочет. А почему... Ну, вот 60, например. И 60 готов заплатить. Хорошо. А 80? И 80 готов. Ну, вот так норм. Отлично. Тут вот есть небольшая дырочка от галлов к вавилону. Вот это будет повеселее. И гал, кстати, первый ходит. Я думаю, эту катапульту разберут. Так, два. Ну, я подержу, чтобы стать союзником Сингапура. Так, что мы сделаем здесь? Сначала обстреливаем мечника из города. Дальше. Ну, к сожалению, не убивается. Ну, стреляем в любом случае. Наверное, вот так сделаем. Так, стоп. Одного мы апнем сейчас прачников слонов. Твою... Да ладно! Блин, я ж показывал, что он сюда идет. Ё-моё. Ну, это жопа. Ну, что, минус слон. Блин, куда мне его поставить? Ну, мне... Его, несомненно, надо выводить. Потому что... Так, давайте даже тогда... Генерала сюда. Да, потому что... Когда вот снимут полностью тут 30 хп, а ее... Она вполне снимается двумя атаками, то просто юнит внутри умрет. Поэтому мне лучше его вывести куда-то, чтобы его атаковали. Так, ну, у этого бонус против верховых юнитов, да? У него 58. У меня защита 35. У него... Че, не 58, а 50 у него. Или нет? Сколько у него сейчас? Просто тут 58 показывает минус 2, минус 2, плюс 3. У него какие-то разведданные. Это он, скорее всего, Вавилон уже открыл книгопечатание. Кстати, у него плюс 3. Ну, блин, так-то он не должен убить. Может мне сюда встать? Но он тогда сможет и мечником, и этим проатаковать. Но этим через реку. А если я сюда встану, то он городом будет. И этим, но не через реку. Просто так не хочется слона терять. Как-то я тут ошибся. Я реально думал, что у меня сейчас слон сюда может вернуть. Я не понимаю, как так... Почему этого не получается? У него, смотрите, перемещение... А, зона контр... Зона контр... Я... Я просто решил, что это верховой юнит. Я вот путаю, что слон верховой юнит. А это не верховой юнит, это арбалет. Это не надо называть, что это не арбалет. Это как бы дальнобойный юнит. И зона контроля из-за мечника получается. Так, ну мне надо меч... Значит, давайте мы вот так... Я могу этого мечника потерять, но не факт. Это не факт, что я его потеряю. И зона контроля уйдет тогда. И вот теперь... Я отхожу вот сюда. К сожалению, у этого ход закончился. Но тут только городом его обстреляют, и все. Этим он не сможет атаковать, потому что он на холме стоит. Но тут еще и плюс 10 у него к силе. Так, нормально, хорошо получилось. Эту проблему мы решили. Ладно. Не все так страшно. Так, тут мы апнемся в слона. Литье ускорит. Это типа два арбалета. Так, мечника я не могу пока апгрейдить. Тут же есть довольство. Что вы обманываете Виктор? А, тут еще и Виктор сейчас... Он, правда, сейчас пока влияет только на юнит внутри города. Давайте сюда подойдем. Стоим. Тут так стоим. Но я боюсь, что он сюда сейчас прыгнет. То есть он, наверное, все-таки тут хочет город ставить. А раз я там стоял... Может мне опять сюда встать? Так. Ну, что-то кажется, что он именно сюда хочет ставить город. И мне лучше стоять здесь. А все равно имею преимущество, потому что он будет атаковать через реку. Не, ну вот это странная дорога. Я, наверное, все-таки в Тханглонг отправлю. Так, ну вот здесь имеет смысл... Имеет ли смысл строить акведук или еще рано? Тхань. Слушайте, ну Тхани тоже надо... Давайте... Блин. Не знаю, но мне все равно вот хочется либо здесь, либо здесь построить. По той простой причине, что тут нету ни холмов, ничего. Кампус я уже там поставил. Давайте сюда, наверное. Нет. Нет, ладно, сюда. А, Таня убирает. Таня убирает. Тогда мы сюда идем, откладываем производство на один ход, вырубаем здесь тропический лес. Да. Таня забыл, что ему не нужен тропический лес. Убираем, значит мы вырубим. Тут откладываем на один ход создание района. Так, в хуалы что? В хуалы рынок. Сложный выбор, конечно, вот постоянно забываешь, что вот эти где-то лес нужен, а где-то не нужен. Что-то мне кажется он мало предлагает. Может ты мне деньгами, вот 108 это максимум, да? Если мы железо уберем, не согласен. Давай, сколько ты хочешь железа? Один, четыре, пять, шесть, семь, девять. Ну, я соглашусь, это неплохо. Мне пока ни железо, ни лошади ни на что не нужны. Отлично, видите, выжил мечник. Прям зашибись. Но я еще поражен тем, что в Колумбии всего лишь один город. Доход от мародерства. Нет, мы это ничего не ставим, но ставим первый посол. Вот это точно ставим. Строители и плюс одно к производству оставляем. И бастиона, наверное, оставляем. Кайф, что извержение, но я успел кампус поставить, и я могу его тут строить. То есть не уничтожили тропический лес извержением. Ух ты! Смотрите, Гал поставил город, но мой город все равно влазит. Так хорошо, что я прям сюда вел. Фуф. Так, ну, слушайте, может мрамор выкупить побыстрее? Я, собственно, это одна из причин, чтобы тут и тут мрамор использовать. Я понимаю, что я сейчас не апну лучника одного, но я эту неприятность переживу. Так. Давайте от дальнобойных атак как раз. Так. Плюс у него бонус от этих антикавалерийских юнитов. Так, как нам тут лучше делать? Блин. Вот лучниками. Ладно, я вот этим... А, этот стрелять не может туда. Тогда мы сюда идем. Нет, ну все-таки сюда встал. Ну, не... Ну, что ты за говно такое вавилонское? Я вот этого ненавижу. Ну, что, идти этот город захватывать, что ли? Слонами. То есть, а что я тут сделаю? Да, я тут только могу обстреливать, правильно? Там, начнем так странно. Сюда давайте так. Тут просто стоим. Сюда переводим. Если он стоит в горь, то я его просто захвачу. Ну, он, конечно, не очень удобно для меня. Будет стоять. И, наверное, будет по лояльности отхватывать... От... От... Отваливаться. Наверное, я уже свожу куда-нибудь сюда еще. Размещу. Получается так. Торговые пути могу. Это у нас в Чакьеву. Мы закончили. Давайте тут сделаем торговца. Тут надо будет выкупить потом клетку. Видите? Столько денег. Но у меня как бы плюс 38. Это уже нормально. Это терпимо. Так, я поставил первого, да? Первый посол. Поэтому Сингапур. И... Оба-на. Так... Ну, мне бы какой-нибудь союз с Галлом и к нему отправлять караваны на производство. В общем-то... Было бы неплохо. Он ничего не сделал этому, этой катапульте. Ладно, мы сюда... Вылечить лошадь. Против дальнобойных и осадных возьму. Прокачку. Там на улице кого-то убивают. Я не знаю, вам слышно в микрофон или это нет. На самом деле это... Дети на качельках катаются. У соседей. Да, пускай орут. Может, какую-нибудь полицию вызовет их, посадят. Ой, тут у нас какая-то квадрирема варварская. О, тут вообще варвары. Думаю, вам слышно иногда, когда я говорю. Боже. Так, значит, вырубаем и ставим сюда военный лагерь. Тань. Тань. А, Тань? Он хорош тем, что он не требует вообще никакого... Никаких этих... Жителей. То есть, вам реально во всех городах за Вьетнам имеет смысл ставить военные лагеря. Ну, я реально разберусь с Вавилоном, пойду кардио захвачу. Даже, в первую очередь, покачаюсь на его юнитах. Тхолонге. Ну, давайте библиотеку. Это будет все-таки три науки, а не две. Юниты как-то неохота. Давайте библиотеку потом в очередь. Караван я в другом месте строю. Ну что, тут давайте амбар. Потом тоже Тань. Но мне кажется, Тань вот сюда, видите? Можно будет поставить, потому что как раз будет плюс два за соседство с этим районом. Я вообще не знаю, где ромашку ставить. Пока я вообще не соображаю с этими всеми... Ну, вот тут, может, где-то, кстати... Вот, например, если мы сюда ставим политическую площадь правительственную, то вот тут как бы вокруг, тем более тут уже есть... Кстати, я на болоте... А, еще рынок я строю. Увидеть, что рынок даст производство из-за того, что он на болоте находится. Тут начнем... Блин, хочется с Акведука сразу начать, конечно. Но тут, очевидно, производственная площадь... Смотрите, вот тут у нас будет кампус. Потому что болото и это... То есть, ну, на плюс три, к сожалению. Не на больше. Тут, значит, у нас будет... Акведук? Не-не-не. Промышленная, а вот тут Акведук. Что промышленная, еще соседство с лошадьми. Ну, я не знаю, тут, наверное, монумент не имеет... Ну, как бы имеет смысл на будущее когда-нибудь построить, но тут точно лояльность высокая. Потому что рядом столица и вообще крупные города. Наверное, я бы тут с рабочего начал. Все равно... На производство поставлю, но тут явно... Там все равно будут вот эти лошадок обрабатывать. Я бы еще, конечно, хотел вот этот мрамор выкупить. Чтобы производство было... А знаете, что будет мрамор давать? Плюс 30% к строительству зданий. Как фабрика. Ну, точнее, будет плюс 15% пока. Блин, ну я хочу и слонов апать с другой стороны, но... Слушайте, ну мрамор важен, я потрачу деньги. Это важно. Сейчас мы поторгуем еще ресурсами, следующим ходом, я думаю. Так, тут у нас битва доосизма и католицизма. Это вообще... Уже не берется... О, он готов мне туринскую плащаницу отдать за красители. Ну, кстати... Кстати... Наверное, соглашусь. А можно лучше вот... Однократно... Мне больше нравится сразу, чтобы у меня деньги были, а не вход. Потому что мне тут уже один раз... Вавилон обманул. Я теперь никому не верю. Блин, так он тут нормально так хочет дать мне деньги. Слушайте, а может... Подожди. Может, давай мы вот без этого... А ты право прохода хочешь? А вот так и... Просто них... Вот, вот так 21. Не хочется мне... Сильно ему дипломатические очки давать. Ну вот, туринская плащаница это плюс туризм и вера. Правда, город, ради которого я веру взял... Ты отоделся? А именно валет-то. Вот, поставил он город. Так, ну давайте. Работаем. Да, ну это слабенько. Хотя, ну... С другой стороны, не так, чтобы слабенько. Так, надо было подвести сначала. Я не хочу даже отсюда уходить, потому что я стою на лесах. На лесе. Так, давайте я даже вот так встану. Этого уберу сюда. Следующим ходом его апну. Ну, пока выглядит даже на 45, то по идее должен взять. По идее должен взять. Тут восстанавливается постепенно. Так, мне, значит, надо соточка. 452. Чувак, тебе нужно 10 лошадей? Сколько ты мне дашь? 80 хотя бы дашь? 70. Ну, ты... Жадный. 60. Блин. 50. Хорошо. А железо, наоборот, 10. И железо не хочет. Ладно. Мали вот у нас. Богатенький буратинка. Ему явно железо требуется. 50 даешь? Блин, да шо ж они все жадные такие? Мне это не нравится, когда никто ничего покупать не хочет. У этого... Хорошо. Этому еще может зайти железо, но ему явно оно как бы особо не нужно, я смотрю. Кстати, посмотрим на Туринскую плащаницу. Хорошо, она у нас тут есть и работает. Ну, ладно, не буду пока. В следующем ходе мы имеем смысл попытаться продать, потому что будет предел по лошадям. Может, даже поатаковать. Просто два слона маловато для атаки города. Ну, я проатакую. Потому что я тут плюс 10 имею, еще и плюс 10 на тропическом лесе, и плюс 10 от прокачки, еще от дальнобойных атак. Я не знаю. О! Кайф. Спасибо. Спасибо, Колумбия. Почему Колумбия города не ставит? Нет, поставлю. Папаян. Папаян. Два города у Колумбии. Вот это игра на божестве. Вот это я понимаю. Вот это уровень. Конечно. Недостижимый для многих. Может пойти там мрамор обработать. Караванчик ко мне от Галла бегает, я так понимаю. Да. И от Колумбийца еще один. Пойдем, наверное, сюда мрамор обрабатывать. Только вот так, потому что сейчас тут будет проведена дорога. Блин, я военную инженерию без... Давайте мы отложим все-таки ее. Город на побережье. Давайте ученичество пока. Здесь феодализм. Ну, исторические хроники скоро сами откроются постепенно. Ну, феодаль... Ну, надо феодализм. Шесть ферм тут вообще я не вижу, где я могу построить. Так, у меня еще стоит первый посол. Может, еще куда-нибудь его запихнуть? Венеция. Вдохновение для божественного права у меня вряд ли получится. И дает ваши торговые пути к иностранным городам. Приносит плюс одно золото за каждый редкий ресурс. Ну, это может много денег. Кстати, слушайте, а получается Сингапур, Шенгетти и Венеция такое комбо на... На торговые пути. Ну, блин, тут уже семя послов. Может... И Кумаси еще, кстати, тоже на торговые пути. Ну, это городу-государство дают. Плюс две культуры. В исходном. Ну, Кумаси, кстати... Давайте в Кумаси. Кумаси, кстати, тоже неплохо. Мне кажется, Сингапур и Кумаси мне стопудово надо держать. Венеция, ладно, на деньги. Ну, и Шенгетти на веру. Я не знаю, куда мне сейчас веру уже девать. А вот Сингапур и Кумаси — это производство и культура от караванов. Тем более, что у меня караванов должно быть много. Это, мне кажется, важно. Так, ну, наверное, проатакует. Кого убило? Как он лучника тут убил? Охренеть. Вот это неожиданно для меня. И жалко, несомненно. Блин. Минус лучник просто. Так, ну, тут надо, наверное, из Хюэ. Так, и тут слонам тоже больно приходится, вообще-то. Так, ну, тут я в первую очередь апну. Дальше. Давайте вот этого убивать. Друзьяк, что так надо? Это что стрельцы и пикинеры так наносят урона? Тут у слонов должна быть защита 40-40. Получается так. Играет музыка. Да, я его убью. Давайте, наверное, прачников. Я просто хочу этого лучника ставить на апгрейд в слонов. Вот мечника вроде не должны убить. Хм. Так, поскакали на помощь уже. Так, нам нужно 45 денег. Блин, ну мне очень хочется... Блин, я бы Мальгин, может, если захватил, то уничтожил бы, наверное. И сюда бы поставил свой город, если бы я смог его захватить. Вопрос только в возможности. Так, этому нужно 9. Ну там, не знаю, за 30. Ага, отлично. За 40. Внезапно что-то Гал начал очень сильно железо хотеть. Это что такое? Прошлым ходом, по-моему, даже за 20 не хотел. 65, 57, 55, 53. Принимаем. Так, значит, это мы уже можем слончанского апнуть. У нас еще остался один пращник. Блин, может поставить карточку и... Ну вот эта карточка как раз в феодализме на строительство слонов. Ну вот, дорога, видите, провели, отлично. Следующим ходом я уже мрамор обработаю. Не понимаю, почему так больно слону. Тут снежи так стреляют, и пикинер так больно лупасит. Как бы следующим ходом... Не умер слоник. Может зря этого подошел. Ну, как бы там плюс 5 к защите все-таки на... На деревьях. И плюс к перемещению. А, вот, я все хочу тут. Ну, слушайте, надо уже. 65 стоит, охренеть. Ай, блин. Все, никак не могу купить клетку, чтобы центр коммерции начать строить. Ну, блин. Ну, блин. Ладно, давайте строители. Пока. Так, давайте попробуем еще лошадей продать кому-нибудь. Так, у этого все есть. Ну, селитра уже у этого пошла, так что он может вполне мушкетеров сделать. Блин, ну что, мир заключать, что ли? Лошадей нету у Боливара. Ага, он готов нормально так заплатить, судя по всему, 70... 55. Ну, 3 вход. Это, по идее, сколько, 60? Не, я все равно хочу лошадей продать. Я думаю, хотя бы за 45 мы продадим. Так, следим за тем, какие юниты тут появляются. Ну, он все еще стрельцов и пикинеров делает. Ну, как-то не страшно пока. Так, а с Вавилоном... Галлы. Ну, а что у меня? Мне Боливара на него натураливать нету смысла. Кстати, по идее, Боливар может и захотеть тут города поставить. Пока там нету моей лояльности, так что может мне поспешить. Так, я бы тут постоял и полечился. Мрамор. Ну, со счастьем у нас пока... Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу. Так, из Хюэ, пожалуй, в Тхалонг. Симон Боливар все еще дружить не хочет. Говорит, не верит, что я за свободу сражаюсь. Ну, и доступно повышение. Отлично. Ладно, просто плюс семь. Конечно, дальнобойный против укрепления района было бы круто. Ну, да ладно. Так, тут я вот так встану, чтобы он и на этого слона подействовал. Так, есть библиотека. Что я хотел потом строить? Точно не монумент. Ну, что, казармы поставим. Ставлю казармы. Ну, то есть я жду все этой карточки, как начать слонов строить. Тут отойду, чтобы мечника мне не убили. И тут мне еще нужно... Соточка. Так, есть у кого-нибудь нету лошадей? Блин, все у всех есть. Вот нету железа у... О, железа. Мали, может ты хочешь железа? Мне так точно железа не надо. Вот, Мали, ты сколько предлагаешь? Надо сравнить, сколько предлагает Мали и сколько будет предлагать Боливар за железо. Даже 40 не хочет. Ну, 35, предположим, да? Хотя бы 40. Да, готов, отлично. Вот мы с кем будем железом торговать. 45. 55 уже много, понимаю. 49. Согласен. Тем более мне выгодно именно с Боливаром, потому что у него два города и он, очевидно, будет отстающим в этой игре. Хотя у него даже с двумя городами больше науки, чем у меня. Но это, опять же, напоминаю, божество. Все, пока не хватает для апгрейда этого прачника, но следующим ходом что-нибудь придумаем. 685, 653. Силы армии Византии и Мали. Надеюсь, они между собой там будут драться. А, нет, хрена. Они любят друг друга. Очень сильно любят. Амбар готов, растем. Хоть еще вот здесь я, по-моему... А, я тут рост поставил. Так, тут выросли уже максимально. Слушайте, может... Не знаю, может мне идти... Ну, я хочу апнуть все. Я думаю, может потратить деньги же на покупку этой клетки. Чтобы коммерческий район... Ставить, но... Ладно, так и быть... Так и быть, нет. Что здесь? Какой тут кампус? Может быть только на плюс... Плюс 3, кстати. Ну, может не откладывать? Слушайте, а раз я тут... Ну, знаете что? Проблема в том, что если я тут плюс 3, а потом вырублю здесь... Тропические леса для Таня... Ну, будет, наверное, плюс 3, потому что это будет соседство двух районов тут. Вот это что плюс 3? Давайте глянем. Клетка с горами. Тропические леса. Ну, это 2 тропических леса и за соседний район. Нет, не будет. Или будет? Нет, подождите, тут вот тропический лес и вот тропический. Вот эти 2 дают. Да, будет. Значит, давайте тогда тут фигачим кампус как раз. Здесь ставим, что у нас будет Тань. Больно. Так, дооткрываем исторические хроники и ставим соседство кампусов. Потом продолжаем феодализм открывать. Тут кампус на плюс 6 встал. Кайф. Так, вот добиваем. Тут делаем слоника. Тут становимся. Так, с этим слоником что? Обстреливаем. Отходим. Встали. Обстреляли. Обстреляли. Стоим. Стоим. Ну, пока выглядит, что вроде берется. То есть, главное, чтобы он мушкетеров реально не сделал. Мушкетеры будут... С мушкетерами мы загрустим, ребята. Так, блин, приперлась. Катапульта. То есть, у него уголов война, и катапульта вот так вот прошла через... Нам, видимо, надо прибежать сюда конем и эту катапульту добить. А то она тут будет барагозить. Ну, не знаю, давайте, может, рис пообрабатываем. А у нас... А у нас лесопилки открытые. Давайте пока математику. Да, прикол. Кстати, смотрите, Тань, он вообще как за район не считается. Видите, даже математика не ускорена. Хотя она типа три района построена. То есть, коммерческий, научный и, собственно, типа Тань как военный. То есть, Тань, он как будто как даже районом не считается. Забавно. Так, а что у нас тут обрабатывается? Да, надо лесопилки ставить, я думаю. Давайте вот отсюда начнем. Здесь кампус. Так, вот это можно убрать. Ну, там сам по себе кампус плюс шесть. Я думаю, здесь как раз... Ну, тут сначала амбар давайте. Амбар, а потом... Можно торговца будет. А вот тут, кстати, торговца. Вот тут можно торговца. Тут что с кампусом? Ну, тут слабенько. Ну, вот тут как бы кампус на плюс два, да? Ну, просто тут леса нету, поэтому я не предлагаю тут строить. Кстати, правительственная площадь тоже, типа, на лесе строится. Давайте пока амбар. Тогда... Я нету денег у меня выкупать клетки. Я даже не хочу на это деньги тратить. Прямо скажем, есть другие. Стал дуболома мочить. Ну, тут тяжело дуболома. В этом именно месте. Соседство кампуса ставим, несомненно. Вместо вот этого... Так, тут просто плюс два влияния. Не знаю, тут может это уже убрать, а поставить на содержание юнита, потому что там вообще не видно, чтобы он на мой город как-то претендовал. У меня тут содержание приличное идет. Соседство кампуса... Блин, я бы на поселенца поставил и в столице поселенца после казармы сделал. Так, тут у нас производство есть. Да, вот он, не знаю, стрельцами-пикинерами куда-то очень странно он лезет. Ой. Лечимся. Тем более, что я еще вот могу... А, нет, не могу. Не, вообще могу как бы вот так подойти, да? Вот так по нему выстрелить и дальше побежать. Вот сюда при чем? Пегасия, рейнджер, это где вообще он? На резных стволах. То есть он построился литровый... А, ну да. Очевидно. 60 мощь. Но ему надо вплотную подходить для этого. Блин, как мне тут так встать? Блин, так неохота вот так меняться. То есть ему опять сейчас нанесут урон. Обратно я отсюда не могу отойти. Вот, давайте, может, так как-то... Ну, то есть я понимаю, что у него тут нету силы вот этой от защиты, но ему уж и не нужно. Ну, тут никто не подойдет к нему. Хотя, блин, рейнджер может обстрелять. Да, е-мое. Пока новый район вообще нигде не использовал. Никак. Ну, что, убьется от дуболома, нет? Да, е-мое. Ну, теперь-то, конечно, не берется. Я не знаю, мир, наверное, надо заключать. Пойти хотя бы Кардив захватить. Он вообще на мир-то согласен? А, он не согласен на мир. Ну, во-первых, сейчас минус конь будет из-за этих стрельцов-пикинеров. Блин, прокачивать Виктора нет. Я не вижу, чтобы он тут что-то мог сделать, честно говоря. То есть, ну, я его захватить не могу, но и он меня не может захватить. Вот такая патовая ситуация дебильная. Это вот я к тому, помните, я говорил, что это не совсем имба, потому что города не берутся. Вот даже, если не брать внимание, что там Вавилон куда-то охрененно далеко улетел. Вот в тот момент, когда я выхожу в Слонов, игрок также со мной идет по развитию. У него будет сила города, вот как раз 40 приблизительно. И поставив стену, видите, сколько снимает со стены. То есть, эти слоны только хороши прибежать к нему и все пограбить максимум. А в остальном фигня полная. Ну, не знаю, может пойду в Кардив? В сторону Кардива. Кардива. Мне кажется, нету смысл туда идти помогать. Там будут отдельные вообще другие юниты сейчас строить. Через два хода поставлю карточку. Ну, просто это, ну, и город не берется вот теми юнитами, которыми он пришел. Я думаю, даже и мушкетерами не берется. Так. Давайте, может, ученичество своим ходом откроем. Два заряда, да? Давайте, может, рис, а потом пойду сюда на янтарь. И пингалу на культуру. Да, ну, у меня тут, наверное, основные терки будут именно что с Вавилоном всю игру. Потому что Колумбия, очевидно... А, коня. Ну, я так и думал, что коня... Ну, у этого просто плюс 10 против... Он вообще сам по себе сильный уже стрельцы, да еще и плюс 10 именно против кавалерии. Так, рудник. Но у меня рудников мало. Даже трех нету. Фермы тоже не особо работают. Вот это надо поставить. И поделать слоников. Так, а сколько у меня там еще посел? Один ход? Давайте мы уберем это тогда на поселенце. Давайте сотка к кампусу. 50 для строительства этих зданий. И... Плюс один к жилью во всех городах с двумя и более... Или строители на два. Давайте строители. Ведь все равно один ход строится. Это хорошо. Так, вот этого мы казним. Амбар готов. Рост. Здесь... Блин, шесть ходов слоны. Как-то долго. Тут хотя бы три. Видите, промышленная зона не убирает торпический лес. Это... Это хорошо. А акведук убирает лес. Поэтому промышленную зону мы можем так ставить. Не знаю. Объявлять войну... Он мне просто... Как бы никакого бонуса-то и не дает без промышленных зон. То есть... Я не вижу смысла... Одно производство столицы. В каждом городе с мастерской. Представьте себе через свет. То есть сейчас я просто получаю одно производство в столице. Из-за того, что я сюзерен Кардифа. Ну и как бы... Две единицы энергии за каждое здание в гавани. Такой немножко бессмысленный бонус. Он мне точно не нужен. Может подговорить все-таки Боливара? Повоевать? С Хамурапи. Да, он готов. Он прям всеми руками за. Галлы, конечно, очень странно воюют с Вавилоном. Просто никак не воюют. Почему-то через него проходят ко мне юниты в тыл. Ну, я, конечно, Галла намного меньше боюсь. У него уже отсталые юниты. Блин, мне бы Акведук построить. Ладно, давайте с тремя. Пастбище хоть плюс один даст. Так, а что нам нужно для... А тут оружейное. То есть мне бы... А оружейное у нас, собственно, в военной инженерии. Ладно, давайте без Акведука я открою. Хоть увидим селитру и пойдем в порох. Мне нужна оружейная. Тем более, я в столице смогу ее построить. Тут давайте казармы. В халл и амбар сделан. В рост. Стены, монумент, водяная мельница. Так, Акведук у нас вот тут строится, да? Очевидно, вот тут дамба. Возможно. Блин, тут как-то... Тут как-то с промышленной зоной странно. Но тут прикольно будет Тань поставить вот тут, мне кажется. Потому что он еще и на этот будет культуру давать этому коммерческому району. Но тут можно Тань и от Сайгона поставить. Блин, вообще непонятно. Ладно, давайте еще строители. Тут мало обработано клеток. Я же поставил там плюс два. Да, плюс два действия. Я думаю, имеет смысл объявлять войну уже. Кардифу. Пока вот эти все войска почикаем. Блин, он тут придет грабить будет. Отходим на болото, напоминаю, что это все равно бонус. Ну что, лисичек пойти пообрабатывать. Что-то в этом городе невозможно ничего обрабатывать, потому что вот эта фигня ходит. Мешается. Так, тут я, по-моему, все отправил. Может, у меня Сингапур перекупили? Нет. А почему у меня нету плюс производства? Еще раз считаем. Ваши города получают плюс до... А, они, наверное, как бы не каравань, а будет просто внутри города даваться. То есть это именно на город идет плюс, а не от каравана. Ну, в смысле, от каравана, но это не в караване видно. Понимаете? Так, на золото у меня куда больше всего в Венецию. Но что-то как-то... И мало. Так, у нас из Хуалы бегал караван уже. Зачем бегает? Из Чакьеу бегает, из Сайгона бегает. Из Хуалы. Ну, я бы из столицы отправил. Куда-нибудь. Так, давайте уже хватит лечиться. Это уже какой-нибудь один удар можно будет... Выдержать. Ну, что, давайте купим все-таки уже для центра коммерции вот эту клетку и поставим его. Да, и смотрим здесь, что у нас рынок дает производство. Ага. Кайф. Блин, надо бы акведук тут устроить. Ну, давайте с амбары начнем, ладно. Какое-то жилье. Просто я не могу сюда рабочего перевезти из-за этих катапульт. Наемники. Открываем. Так, Вавилон не хочет мир, да? Кто-то... Подожди, перекупил меня кто-то... Кого-то. А, Кардива я лишился, понятно. Я же ему войну объявил. Кстати, никто даже не будет возмущаться, что я Кардив захвачу, потому что только я в него послов отправлял. Ну, хоть это катастрофическое извержение что-нибудь сделало. Одна клетка повреждена, одно население, но это мало. И повышена урожайностью четырех. О, селитры у меня завались, я смотрю. Отлично. Прям гуганит, не стоит. Ну, город стоит на селитре, еще вот тут селитра. Класс. Это здорово. Так, катапульта умрет. Наконец-то могу сюда подойти и вырубить. Пускай под амбар, но и... Под будущее акведук тоже. Акведук тут надо в первую очередь ставить, потому что он даст сразу пять жилья, по-моему. Шесть. Шесть. Да, тут мечники подбираются. Минус, отлично. Подходим дальше. Ой, только не под выстрелы города, давайте. Этим попытаюсь защитить этот коммерческий район. Но, пожалуй, это уже в следующей серии. Неплохо получается, как ни странно. И тут именно территория скорее решает, чем способности Вьетнама. Потому что тут вот, что Колумбии тяжело проходить, что Вавилону было тяжело проходить. Этого поселенца, пожалуй, сюда поведу. Слушай, я еще тут могу поставить. Ну, тут не выглядит, что прям такое территория, что прям надо. Вот тут намного приятнее. Еще надо бы и тут глянуть, но когда кардив захватим, тут круче будет. Ладно, спасибо, что смотрите. Продолжение завтра. Спонсоры могут посмотреть прямо сейчас. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok